Кафедра международных отношений ДНФ занимается подготовкой специалистов в области международных отношений по направлению бакалавриата и магистратуры. В настоящее время у нас функционируют пять программ бакалавриата, в том числе и англоязычная, а также три программы магистратуры, в том числе совместная с Московским государственным институтом международных отношений. В 2023 году запущена новая образовательная программа магистратуры «Цифровая политика». В будущем я видела себя более разносторонним специалистом, поэтому мне стало интересно узнать больше про международные отношения в целом. Главное, чему они учатся, это умение анализировать взрывные события, факты, давать им оценку, давать им экспертное обоснование, а также развивать сотрудничество в сфере безопасности, в сфере экономики и в сфере культуры. Я бы сказал, что вообще обучение на направлении международных отношений имеет несколько профилей, это неофициально. Всего нам говорят о двух специализациях, это внешняя политика и международная безопасность. Я же скорее имею в виду то, как вы в дальнейшем планируете свое обучение на магистратуре, и от того, как вы ответите на этот вопрос, будет зависеть то, каким предметом вам следует уделять больше внимания. В магистратуре вторым иностранным языком я выбрала испанский язык, для меня это тоже было неожиданностью, потому что я изначально больше направлена на Азию, корейский, даже китайский когда-то учила, но за два года невозможно освоить в источный язык, поэтому я приняла волевое решение для себя выбрать европейский язык. Мой второй иностранный язык — это китайский. Я люблю отвечать на этот вопрос так, что я из Благовещенска, поэтому выбора особого не было. Но в самом деле китайский язык — это вещь сама по себе, интересная, и вещь сама в себе, потому что Китай был, есть и обещает оставаться многообещающим направлением. Корейский язык и все восточные языки преподают на очень высоком уровне. Это прям сказка, серьезно. Я всем советую в ДВФУ поступать ради восточных языков. Я могу вспомнить преподавателей, которые скорее преподавали международные отношения на английском языке, чем обучали английскому языку на материале и на международных отношениях. И это, я считаю, тоже большим плюсом ДВФУ. Модель ООН на Дальнем Востоке — это молодежное общественное объединение. Если говорить коротко, целью нашей организации является вдохновлять и направлять молодых лидеров, молодых людей, показывать им пример, как можно совершенствоваться, как можно применять свои навыки. Точнее, получать сначала свои навыки в университете, а потом их применять уже во взрослой жизни, скажем так. Это высокий уровень английского языка. То есть, если ранее в школе я мог спокойно читать, писать на любые темы, в любых количествах, то говорить — это совершенно иной уровень. И это то, чем модель ООН выгодно отличается от каких-то других студенческих объединений, на мой взгляд, даже с уклоном в английский язык. Муниципальные органы власти, образовательные учреждения, отдельно кафедру можно выделить и частные предприятия. Вот, пожалуй, четыре тайника апокалипсиса. Это водопады. Это бесконечные гитарники у набережной, у моря. Это красивые виды, парк. То есть, у нас невероятный кампус, я считаю, опять же, это личное мое мнение, что в плане инфраструктуры, в плане проработанности для студентов, вот этой вот удобств проживания, размещения ДУФУ просто на первом месте. Главная наша задача — это подготовить достойных специалистов в сфере внешней политики международных отношений, которые бы работали как в структурах государственных, так и в структурах коммерческих, общественных и так далее. ДУФУ просто миллион возможностей. Нужно пробовать искать себя, потому что ВУЗ это действительно может дать. И главное, чтобы вы хотели и искали. Просто Восточный институт в сердечке. Продолжение следует...